Три фазы развития плода в материнской утробе Он творит вас в утробах ваших матерей, Одним творением после другого в трёх мраках. Таков Аллах Господь ваш, Ему принадлежит власть, Нет божества, кроме Него. Но всё же до чего отвращаетесь вы? В Коране сообщается о том, что ребёнок претерпевает в материнском чреве Три стадии развития, которые отличаются одна от другой. И действительно, современные биологические исследования подтверждают, Что зародыш проходит в утробе матери три различных эмбриональных фазы, В точности, как сообщается в Айяте, Одним творением после другого в трёх мраках. Темень чрева, темень матки, темень рождения. Кроме того, в Айяте сообщается, что эмбрион человека Проходит через три различных стадии развития. В фундаментальном эмбриологическом издании, Каковым являются основы эмбриологии человека, Этот процесс описывается следующим образом. Жизнь плода в матке-матери проходит три стадии. Предэмбриональная – первые две с половиной недели, Эмбриональная – до конца восьмой недели, И фитальная – от восьмой недели до родов. Процесс развития плода в чреве матери Был установлен лишь в наши дни при использовании Современных технологических средств и аппаратур. Однако, как мы имели возможность убедиться, Это положение было приведено в Коране Ещё четырнадцать столетий тому назад, Подобно многим иным знаниям, Приводимым в этой книге, И признанным позднее в качестве научных истин. В период, когда люди не обладали Ещё даже основами медицинского знания, В Коране были приведены чрезвычайно ясные и верные данные Относительно первоначального развития зародыша человека Вплоть до его появления на свете. Что, несомненно, ещё раз ясно указывает то, Что Коран – это слово Аллаха, Всевышнего Создателя и Господа всех миров.